Как вы помните, существует агентство по предсказанию модных трендов. Так вот, еще задолго до наступления этого лета они стали в один голос пророчить возвращение спортивной одежды на большие подиумы. Зимнеолимпийские игры в Ванкувере. События такого масштаба всегда отражаются на модных трендах. И в этом году особенно наглядно. Именно поэтому спортивная одежда стала господствовать в гардеробах модниц. Сегодня у меня воскресный образ. Никак не перестану носить свой любимый спортивный костюм. Но весь комплект я, конечно, не стала надевать. Только брюки. Сверху же джинсовый жакет и шуба. Тон здесь задают американцы. И не зря. Спортивный шик всегда был их коньком. Главные мастхэвы сезона стоит искать у молодой звезды американского дизайна Александра Вонга. В основе его коллекции футбольные мотивы. Еще одна важная коллекция в спортивном тренде от американского дуэта Прэнса Шулер. Дизайнеры вдохновились серфингом и скейтбордингом. Отсюда яркие принты и богатая расцветка. В коллекции же Ягала Азрюэля, которого, кстати, обожает актрисы культового сериала «Секс в большом городе», тоже нашлось место спортивным мотивам. Почему нам рассказал сам дизайнер, недавно побывавший в Киеве. В моей коллекции есть вещи в спортивной стилистике. Жакеты, брюки, топы. Я люблю создавать комфортную одежду. А в этом сезоне она и вовсе на пике популярности. Образы моей новой коллекции слегка небрежные. Я бы сказал, по-нью-йоркски неаккуратные. Меня часто вдохновляют прохожие. Так что порой я делаю такие образы, будто на их создание ушло совсем немного времени. Хотя это совсем не так. Если с толстовками и трениками можно повременить, то простые трикотажные платья и велосипедки просто обязаны быть в гардеробе каждой модницы. Их можно сочетать с тренчами и пиджаками. Но главное не забывать про высокие каблуки. Без них получится слишком мешковато. А это не наш вариант. Мартина Лукьянченко ведет развлекательную программу «Дэвыз» на телеканале ТЭТ. Ее телевизионный стиль балансирует на грани элегантности и сдержанного кэжуала. Как признается сама ведущая, ей достаточно все равно, в какой одежде она появляется в кадре. На первом месте – качество сюжета. А как ты относишься к спортивной одежде? Замечательно. А вот сочетание спортивной одежды и какой-то более вечерней, вот ты такое применяешь в жизни? Ну, на самом деле, я не против любых экспериментов. Есть очень простая, серая вещь, которая относится к спорту. Которую нужно… Ужас не что, Мартина, у вас такое? Нет, если честно, откровенно, то моя фигура не очень мне позволяет носить шорты. Это вы так думаете. Ну что, Мартина, я думаю, что вот именно этот лук нам и нужно надеть первым. Продолжаем тему того, что мы уже предложили Мартине, когда мы миксуем, скажем, шелковые блузы с абсолютно какими-то спортивными вещами. Ну что, Мартина? Ну вот. Мне очень нравится. Я бы брала бы шорты еще на пару размеров больше, чтобы они совсем были в таком провисе и не обтягивали немножечко вот. Это вот такой вот прекрасный комбинезончик, который вот с шортиками. Я вот его дополнила таким неким аксессуаром, и я бы предлагала, наверное, взять какие-то… Яркую обувь. Яркую обувь, да, не красную, а вот, собственно, вот такую. Эти две вещи мне очень подходят. Ля-ля-ля. Все, если вариант нравится, девочка улыбается. Что ты скажешь? Мне очень нравится, очень нравится. Ну да, платье, конечно, на миллион. Просто чувствую себя очень гармонично. Вот в этом, да, комплекте? Да, да. Спортивная вещь, относительно спортивная вещь, да, может выглядеть абсолютно неспортивно. Вот что, собственно, сейчас нам и демонстрирует наша модель. На самом деле, сегодня произошел прорыв в моем антигламурном сознании, вот, и я поняла, что спорт тоже бывает очень ярким, очень модным.